Привет всем друзья! Привет из Питера! Сегодня идет дождик, я в своей машинной студии, как всегда. И сегодня мы продолжаем тему о чемпионате мира по хокке 2017 года с шайбой сборной России. Как известно, то что команда Коламбус у нас вылетела в первом раунде, играя с Питтсбургом на кубок Стэнли, и у нас освободился вратарь Сергей Бобровский. Но как заявил тренер вратарей нашей национальной сборной Рашид Давыдов, то что Сергей Бобровский не лучший физической формы. В принципе и сам Бобровский заявил, что ему нужен отдых, так как для него это был очень тяжелый сезон. Но надо отдать должное, что Сергей Бобровский является вратарем номера один для нашей сборной. И он всегда рад побиться за сборную России. Сергей с нами прошел три чемпионата мира по хоккею, также выступал на Олимпиаде. В случае необходимости он всегда готов выступить за сборную России, несмотря ни на что. Также хочу напомнить, что Бобровский стал лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ. И по показателям он пропустил в среднем наименьшее количество шайб. 2,07 за матч. И у него лучший процент отражения бросков 93,1%. Также на его счету 7 шат-аутов, что стало третьим результатом в нынешнем сезоне среди голкиперов в НХЛ. И кроме того, Бобровский у нас одержал 14 побед. Это вторая по длительности серия за всю историю НХЛ. Также Сергей Бобровский у нас претендует на Везина трофе. Это приз лучшему голкиперу. Этот трофе он получал уже в 2013 году. И надо отметить, что на данный момент он является одним российским вратарем, выигравшим Везину. Но также на этот трофе у нас претендует Брейден Хогби из Вашингтона и вратарь из Монреали Кэрри Прайс. Жалко, конечно, что мы не увидим в составе сборной Сергея Бобровского. Вот такие вот у нас, друзья, дела с Сергеем Бобровским. Тяжелый сезон для него получился в Коламбусе. Но радует то, что если что, то он выступит за сборную России, несмотря ни на что. Спасибо вам, друзья. Оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь. Ставьте пальцы, ручки, запятые, знаки вопросов, восказательные знаки. Впереди очень всего много интересного. Всем большущего здоровья. Море позитива. Спасибо, что меня смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok